Здравствуйте, это Постскриптум, я Людмила Батюшкина. Сегодня мы поговорим о строительстве в области и в городе Караганде. У нас в гостях заместитель и руководитель управления строительством, архитектурой и градостроительством Карагандинской области Абылай Смогулов. Абылай Смогулов родился в Караганде, имеет два высших образования. Диплом КарГТУ по специальности производства строительных материалов, изделий и конструкций и КУ КАСПА Требсоюза – мировая экономика. Также окончил Академию госуправления при президенте Республики Казахстан региональное развитие. Начинал карьеру госслужащего в отделе строительства города Шахтинск главным специалистом. А с 2019 года работает в управлении строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области. Прошел путь от главного специалиста до заместителя руководителя. В последней должности с марта 2023 года. Абылай Газизула женат, воспитывает дочь, свободно владеет английским. Играет в футбол, волейбол и шахматы. Любит кино, спортивный болельщик. Здравствуйте, Абылай. Вы уроженец Караганды, это уже радостно. И мы все верим, что вы болеете за родной регион. Как по-вашему, у нас сегодня, насколько достаточны темпы строительства в области? В основном в селах у нас строится что? Физкультурно-оздоровительные комплексы, амбулатории. То есть, какие-то такие социально значимые объекты. За это отвечает государство, за остальное пусть отвечают сами фермеры. По-вашему, достаточно или тут нет предела совершенства? Как вы правильно выразились, нет предела совершенства. Вкратце, если начнем про... Представлю именно наше управление. У нас управление является заказчиком социально значимых объектов. Как вы уже ранее сказали, строим именно социально значимые объекты. Это в первую очередь, получается, школы, пристройки к детсадам, к существующим. Потому что у нас есть, оказывается, такие школы, где нет спортзалов. Столового состояния, ужасного состояния. Потом с прошлого года начали строить именно медицинские объекты сельского здравоохранения. Есть президентская программа, согласно которой по Караганинской области где-то около 92 объектов здравоохранения за три года должны быть построены. Если об итогах прошлого года, то в прошлом году уже 14 вели. В этом году планируем работу, продолжить в данном направлении и ввести в течение двух лет 78 объектов здравоохранения. Это получается там, где раньше никогда не было... Ну, или не было, или закрылись. Да, или не было, или закрылось, да, все верно. Либо вот состояние старых зданий в предаварийном состоянии находится. А потребность какая? Сколько нужно вообще вот таких объектов по области? В скольких селах до сих пор нет? Или домов, культуры, или... Ну, у нас, получается, в целом расчеты ведет областное отраслевое управление. Они вот... Есть определенная методика. Согласно численности населения, они высчитывают, где это нужно. Также они смотрят на текущее состояние условно вот этих медицинских объектов, предположим. Действительно, вот есть... Мы тоже столкнулись в ходе реализации объектов при строительстве. Съездили, посмотрели. Там действительно есть ФАП, ну, фельдшеско-окушельский пункт, но там года 1960-го, предположим. Состояние, как говорится, нехти. И в целом, там, ну, и печку надо топить, там, с ней все это вывозить. Отдельно для машины нету гаража. А вот в новых проектах там есть отдельное... То есть, электрическое отопление, там не надо печку топить, получается. Потом все оборудование, оно согласно последнего приказа Министерства здравоохранения. Ну, и было бы странно, если бы строили новые объекты, в которых ничего нет, и которые с технологиями дедовскими. Потом у нас сейчас в этом году начата реализация программы «Комфортная школа», вы, наверное, слышали. Конечно. Это вот тоже по поручению президента. С прошлого года функционирует эта программа. По области планируется за три года по строению около 18 школ. Это, получается, ну, основная доля приходится на наш областной центр. Ну, и также охватывают и близлежащие населенные пункты, и районные центры. Это, предположим, в Каркар-Линске, в Шведском районе, в Абайском районе планируется. И около восьми школ, семи школ в Караганде. А просят люди чего? Ну, получается, в части, я вам скажу, вот эта «Комфортная школа», это вот тоже по современным технологиям, все современные строительные материалы, все вот оборудование, все парты, вот это неусловно, там, по советским лекалам выполнено. Это вот новое оборудование, которое по образцам именно зарубежных школ вот у нас яркий пример есть, вот в этом, в Астане, школы Бином. Это вот наподобие таких будут. То есть ультрасовременные, комфортные школы, там, с LED-техникой, вот как положено, экранами. Ну, у нас вот люди жаловались, например, во многих поселках, еще в советское время, например, спортзалы возле школ построены отдельными зданиями, и нет никакого перехода, и дети зимой бегают раздетыми в этот спортзал из школы. И вот жители, многие, конечно, воспринимают, что ну так и должно быть, так же всегда было. Хотя, по сути, с учетом того, что сейчас и дети все уже немножко, здоровье уже не то, и еда у нас не очень хорошая, и поэтому дети слабее иммунитет, и мол, чаще простывают. И это вроде бы, ну ведь не так сложно построить переход, чтобы он был крытый. Ну, в целом, в новых проектах это все предусматривается, как вы уже ранее сказали, это вот в тех школах, где вот в свое время были отдельные здания, спортзалы, или, ну, состояние спортзалов уже в неудовлетворительном состоянии. А в целом вот эти переходы, вот эти проектные решения обязательно предусматриваются согласно вот именно действующих СНИПов. А в целом, стратегия управления строительством какая? Вот как вы видите все-таки в недалеком будущем наши города и села? Ну, если брать, например, тоже областной центр, у нас областной центр, как развивается, тоже динамично, но все же у него тоже есть свои проблемы. Это вот, как все знают, это вот инженерные сети. В Караганде основной проблем – это дефицит тепла. Это уже, можно сказать, каждый житель нашего города знает об этом. Сейчас вот со стороны Акимата ведется, города ведется реализация проекта, вот крупного инфраструктурного строительства третьего тепловывода. Это порядка, если не ошибаюсь, это 40 миллиардов стоит проект. Это вот с республиканского бюджета финансируется. В целом, за счет именно реализации этого проекта появятся дополнительные мощности, которые в перспективе подключат новые объекты, жилья, соцобъекты, садики, поликлиники, спортивные объекты. Но это, получается, в основном именно касается юго-восточной части нашей города. Ну, или Юго-Восток, где соединяется с Майкутуком. То есть, это даст стимул все-таки развитию. Развитию, да. У нас же вот Караганда, если вот в целом такой анализ провести, ну, своего рода уникальный город в области, потому что таких городов нету. Имеется в виду Караганда. Эти районы разбросаны. Да, разбросаны, да. Она же разосталась, по идее, из рабочих поселков. Она, наоборот, сливалась из рабочих поселков в один город. Да, да, да. И, получается, у нас огромное пространство, они не обжиты. Вот, например, как сами сказали, вот по геймплану и смотреть, новый центр города, это вот Юго-Восток, где вот сейчас у нас Глобал-Сити, плюс, ну, с переходом в Майкутук. Там, где, ну, связывается с Майкутуком. То есть, там будут новые жилые комплексы, крупные инфраструктурные проекты, бассейны там, вообще по ПДП предусмотрено. А вообще это правильно, смещать центр города в одну из его сторон? То есть, получается, остальные районы, они будут потихоньку отмирать? Михаловка, Пришахтин, Сортировка, потому что... У нас уже исторически такого пульса был, по идее, со старым городом. Ну, это было вынуждено из-за того, что там подработки, он проседал, дома ломались. Там, ну, как бы деваться было некуда. А сейчас? Здесь, скорее всего, в ближайшие лет 40-50, наверное, аналогичная ситуация ожидает. Как вот, ну, многие эксперты говорят тоже, в районе Михаловки тоже вот эти выработки, подработки есть. Ну, я слышала, что они наоборот, что земля уже более-менее устоялась, и теперь уже она будет более стабильна. Ну, а это правильная стратегия? Как вы думаете, зачем так делать? Ну, как вам сказать, в любом случае, у нас город разрастается, у нас в центре города сейчас нет уже свободных земельных участков. Надо строить, у нас как бы перед глазами опыт Астаны, да, вы сами знаете, вот Астана... Жилые кварталы, понятно, что спальные районы, да, они по окраинам, это логично, так действительно развиваются города во всем мире. А вот именно административный центр перетягивать на край города. Ну, у нас, если так разобраться, вот, ну, геймплан имеется, который в каком году, в 2007-м разработан, это уже все, можно сказать, тогда было предопределено, то есть стратегия уже на тот момент была выработана, а сейчас вот происходит разработка нового геймплана, геймплана с учетом поручения президента. И сейчас вот эти моменты, так сказать, отшлифуют и, думаю, реализуют. Ну, это как бы нормальная практика. Я напоминаю, сегодня мы говорим о строительстве, о развитии городов, районов и самой Караганды. И в гостях у нас заместитель руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства области Абылась Могулов. Вам, как строителю, насколько нравится, как выглядит Караганда? Ну, действительно, это вот такой серьезный вопрос. В целом, есть проблема вот точечной застройки. Ну, у нас центр города, это правда, кто в лес, кто под рова. То есть нет у нас какого-то исторического центра, где по-хорошему можно водить экскурсии, потому что там действительно у нас ведь очень вообще уникальная история, рассказать можно очень много. Ну, да, это как раз вопрос. И вот в эту сталинскую, например, застройку, то есть это единый стиль уже, туда вот вкрапления вот этих современных зданий, которые разрушают целостность, которые вот, ну, просто какая-то несуразится. Такая проблема действительно есть. Вот у нас есть такие вот хорошие, как вы сказали, улицы. Это вот Джамбула улица, Абая, которая как раз-таки вот именно под... По ним даже гулять приятно. Скажите, они какие-то уютные. Да, да, в принципе, согласен с этим. Но такая проблема, если честно, существует во всех областных центрах нашей республики. Ну, мы так любим смотреть на Европу, там такой проблемы нет. Там вот они очень сохраняют старые здания. Согласен, да, но действительно такая проблема есть. Это вот в свое время связано с тем, что, грубо говоря, как все там получили земельные участки, начали там застраивать ЖКшки, начали менять целевое назначение. У нас, как сами знаете, вот недавно наш список же вышел проблемных объектов по Караганде, у которых нету разрешения на строительство. Это как вообще происходит? Это в первую очередь исходит из земельного участка. Если кто-то приобретает земельный участок, он, данный человек, считает, что можно далее строить жилой дом. Мы будем это все параллельно делать, там, соответствие приводить. Условно, выкупались в свое время земельные участки с целевым назначением построить гаража, паркинга. И, грубо говоря, на том месте вырастал, ну, человек, предположим. Ну, да, и в итоге мы добились того, что теперь у нас с паркингами просто проблема страшная, особенно на Юго-Востоке. Но вывести на то и власти, чтобы навести порядок, чтобы как-то регулировать это. То есть, я понимаю закон, да, развитие предпринимательства, все. Но, тем не менее, может быть, нужно тогда законы менять, чтобы как-то все-таки заботиться об облике города. Ну, сейчас работа на уровне республики, она началась. Сейчас ведется разработка строительного кодекса. Будут отдаваться приоритеты именно комплексной застройке с учетом социально значимых объектов. Это, предположим, как я уже ранее говорил, это проблема не общая, там, областная, это общереспубликанская. Вот если взять ту же Астану, да, они условно понастроили новую ЖК, но тут вторая проблема всплыла. То есть, нету садиков, нету поликлиник. И очень много, получается, у них вот определенные же нормы существуют, предположим, там, на один садик столько-то. Количество населения, да, сколько-то. А у них там перегруз большой. И сейчас вот только-только сейчас они начали, ну, в большом количестве строить школы, детсады. И поэтому сейчас вот Министерство промышленности и строительства разработало новый кодекс, который эту деятельность регулирует и будет запрещать строительство именно, как сказать, новых ЖК без учета потребностей именно в социально-значительных объектов и будет регулировать деятельность именно в отношении точечной застройки. То есть, как раньше, вот, такого уже не будет. Если будет строиться новый микрорайон, ну, будет строиться квартальный микрорайон, как раньше, условно, в советское время строилось, можно сказать, ну, по истечении, там, десяти лет к этому вернулись, пришли к этому. Ну, а решать проблему с тем, что уже натворили? Ну, сейчас, помимо этого, сейчас вам скажу. Видите, разрабатывается проект вот единого дизайн-кода. Вот вы ранее упомянули про то, что вот, условно, в Европе приятно ходить. Ну, и приятно ходить, да, там, соответственно, застройка приведена в соответствие, как положить за ней, ухаживать, там, реставрацию провели. Но в то же время вы, наверное, замечали, условно, в Европе там, нету таких кричащих вот этих реклам, баннеров разных. И сейчас в этом году в целом пилотный проект вот в Астане ведется в Алмате и постепенно начнется в других областных центрах. То есть, своего рода сейчас вот, если приведут соответствие единый дизайн-код, ну, уже восприятие города чуть-чуть улучшится. Абла, и, может быть, напоследок, есть у вас какие-то пожелания? Что-то вы хотите донести до жителей города и области? У нас сейчас вот строится крупный проект, центр, ну, детства и юношества, мини-центр детства и юношества. Это вот современный мини-ДДЮ, это в Пришахтинске. Пришахтинске, ага. Это вот строит организация BI Group, вот это, Астанинская крупная. Сейчас планируется, что ориентировочно где-то в мае проект запустят. То есть, это крупный проект, по сути, для одного микрорайона, такого крупного Пришахтинска. Ну, оно издание необычное, оно так как-то выделяется сразу, потому что... Да, 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 вот современные вот эти все технологии, все это было учтено, это вот даже, если не ошибаюсь, европейский проект, его адаптировали под, ну, нашу местность. И ожидается, что именно такой проект вот сейчас будет именно открыт в Пришахтинске. То есть, сейчас как стратегия, можно сказать, там, местных исполнительных областей, местных исполнительных органов, это не только строительство, условно, там, в новом центре, это и покрытие потребностей в других частях города. Потом у нас строится новая школа, вот микрорайон Кунгей. Сами, как сами знаете, микрорайон Кунгей вообще... Он вообще страдал. Да, он страдал. То есть, вообще без социальной инфраструктуры. Там школы никогда не было. И сейчас вот, ну, 1 сентября вот запустим школу новую, на 600 мест. Что касается именно обеспечения именно жильем работников медицинской организации, вот здание, знаете же, бывшее здание детской больницы? На 45-м. На 45-м, да. Сейчас вот один блок, а далее под реконструкцию... Общежития для врачей. Общежития для врачей, да. Вот уже где-то в апреле, наверное, уже первые ключи дадут специалистам. Что касается именно таких крупных проектов именно по Караганде. В целом, в принципе... Но вам как специалисту радостно из-за этих изменений или все-таки хочется поменять что-то? Как сейчас? Ну, как вот, как жителю города. Ну, то есть, это ваша родина, да? Точно так, как и наша. Вот вам нравится то, что сейчас происходит? Или вы бы хотели поменять, куда-то новое развитие дать, куда-то направление? Нет, у нас сейчас, если так разобраться, все планомерно... Город планомерно развивается. Упорядочивается? Ну, приводится, соответственно, можно сказать, вот после долгих лет, можно сказать, этих проблемных вопросов в части вот хаотичной застройки. Ну, Акимат пришел к определенному мнению по этой хаотичной застройке в целом. Открывается нового объекта, вы сами, наверное, заметили условно, как Юго-Восток преобразился за последние пять лет. Там многие вот караганецы, которые сколько лет, десять назад уехали, они вот приезжают в Юго-Восток и как бы не узнают. Да, даже у нас, если полгода не было в каком-то районе, вот приехал, не узнаешь. Ну, да, тоже. Как бы развитие есть, самая главная проблема именно в урежневных сетях, но этот вопрос как бы тоже планомерно решается. И если как раз таки вот будем развивать новый, ну, в принципе, и так развивается новый микрорайон, то, я думаю, это как бы всплеск, да, с карагандиного. Хочется, чтобы хозяев было побольше, которые действительно рачительные, которые действительно беспокоятся, болеют за собственный, за родной город. Ну, и к людям, конечно, да, чтобы немножко поактивнее были и переживали то же самое. Спасибо вам большое за то, что нашли время к нам прийти. Спасибо за ваши ответы. Я напоминаю, в гостях у нас была была Ась Могулов, заместитель руководителя управления строительства архитектуры и градостроительства Карагандинской области. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин